Новый случай нападения на медработника на сей раз во Владимире врачу скорой досталось от буйного пациента. Во время осмотра в приемном отделении больницы тот повел себя неадекватно и неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не подоспела помощь. В связи с тем, что подобные случаи участились, обсуждение безопасности медиков выходит на новый уровень. Буквально накануне на рассмотрение в парламент был внесен законопроект, предусматривающий наказание даже за угрозы врачам. Андрей Кузнецов продолжит тему. Когда ему начали доказывать медицинскую помощь, схватил сотрудника за одежду и нанес несколько ударов по лицу. Начал укручивать руки. Главный врач Евгений Яскин говорит, до сих пор не может поверить, что доктора с многолетним стажем избили прямо на рабочем месте во Владимирской больнице скорой помощи. Все произошло прямо в приемном отделении больницы, когда пациенту, которого доставили в состоянии сильного алкогольного опьянения, дежурный врач попытался оказать первую помощь. Вот здесь, в смотровой, он неожиданно набросился на нее с кулаками. Как говорят свидетели произошедшего, все случилось, когда врач попыталась протереть ссадины на лице мужчины. В этот момент он схватил ее за руку, несколько раз ударил в грудь и по голове. В результате доктору самой потребовалась медицинская помощь. У женщины сотрясение мозга, вывих руки и множественные ушибы. Пообщаться с нами она согласилась по телефону на условиях полной анонимности. Вот где много народа, большого скопления, и на работу контактировать, особенно с лицами в алкогольном опьянении, страшно. Утихомерить разбушевавшегося пациента смогли только подоспевшие коллеги врача и полицейские. Сам он теперь утверждает, что ничего не помнит. В производстве следователя следственного комитета имеется материал доследственной проверки, связанный с причинением телесных повреждений врачу скорой медицинской помощи. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшая женщина дома на больничном, когда выйдет на работу, неизвестно. Она у нас очень опытная, и никогда таких конфликтов вообще не возникало с пациентами. Процентов 20-25 из всех поступающих в нашу больницу, они находятся в алкогольном опьянении. Часто встречаемся и с грубостями. Но вот такой случай у нас произошел первый раз. Только за последние пять дней во Владимире зарегистрировано три случая нападения на персонал скорой помощи. Один из последних произошел во время дежурства Станислава Ашаева, когда их бригада приехала на вызов и попыталась оказать помощь пациенту с ножевым ранением. При накладывании бинтовой повязки на область раны пациент полястами драться. Без каких-то там причин, объяснений и так далее. Все это просто там толкаться, драться, кулаками махать. Нападают на врачей, фельдшеров, водителей скорой. Например, в этом случае, пока медперсонал в квартире оказывал помощь пациенту, на улице агрессивный прохожий разбил зеркало реанимобиля и набросился на водителя. Сидел в машине, мимо шел, я даже не вот как шел, только услышал удар по зеркалу. Оно перевернулось в обратную сторону, сюда вот уходся. Вышел, сделал ему замечание. Он набросился с меня, стал бить бампер, фары. Зачинщика драки даже не стали задерживать. Ему теперь грозит разве что штраф за хулиганство. Должно быть законодательство четко работает. Неотвратимость наказания. Обидел, получи реальный срок. Иди, маши лопатой, кайлом, добывай руду, пели лес. Вот тогда будет все нормально. Возможно, все изменится уже в ближайшее время. Накануне на рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ответственность не только за нападение, но даже за угрозу в адрес врачей. Наказание вплоть до пожизненного заключения. Пока же меры, которые предпринимают в разных регионах, где-то медикам выдают электрошокеры, в некоторых городах обучают на курсах самообороны, не смогли изменить ситуацию. И люди, которые по долгу службы спасают жизни других, отправляясь на вызов, часто рискуют собственным здоровьем. Андрей Кузнецов, Алексей Исаев, Илья Коротков и Светлана Ведяшкина. Первый канал Владимир.